Так, неплохо так зашло, да? Неплохо. Деревня дураков, да. Дураки и деревня, я сказал, да? Ну, я был близок. У меня была какая-то ассоциация с дураками и дорогами. Ну, дураки и деревня тоже то. Ну, в принципе, близко к тому. Так, пошли начать казарму. Боинг, бройлер, 747. Какой-нибудь бройлер-то, чего боролся? Бройлер, аж даже курица бройлерная. Там Боинг падал, я точно помню. Что-то я уже с 05 запутался, что надо вообще менять. Так, нам еще линкасы главное поставить, там разберемся. 2000. Сериал крушения, посмотрите, смешной и легкий сериал. Чего-то я про такое не слышал. Не слышал, не видел. Есть много сериалов, про которые я слышал, но не смотрел их. Но если о каком-то сериале я не слышал, то возникают сомнения, хорош ли он. Так, ладно, давайте еду прокачивать. Тут у нас за Турцию-то она быстренько прокачается. В Академии я подешевая. По-прежнему. Так и назывался выпуск Бройлер 747. Смотрю ли я аниме. Ну, скорее нет, чем да. Есть пара мультиков, которые я смотрел. Ну, так, чтобы прям смотреть аниме ради того, что это аниме. Нет. Такого не было. У меня был друг-анимешник, потом он рассосался в Москву. Он очень любит аниме. Так, беззахватыш, да, беззахватыш. Что у нас там? 2400 еще надо. Все нормально. Последний остался. Рудник. Да. А, нет, все уже поставлено. Все поставлено, все куплено. Аник, сериал, рыцарь, дорога, снято, годов, норм и Ксена. Ксена, да. Если ты имеешь ввиду Зену. И вроде... В русской локализации в то время Зеной называли. Королева воинов. Аксена, так, по-английски пишется она так. Так, у нас тут еще жилые места кончатся очень быстро. Видите, у меня шахты по направлению к врагу. Причем, по-моему, большая часть. Да, практически все. 1250. Сериал Гонка. Вообще, первый раз слышу. А, подожди, Гонка. Гонка, это же про кровь там. Ну, я посмотрел тоже пару серий. Сейчас забросил. Что-то он какой-то трэшовый вообще. Какая-то дичь постоянно творится. Нездоровая. Блин, мне за Турцию придется на камень переходить. Так, ну, норм. Пока норм. Что еще хочу сделать-то? А я хочу, наверное, все-таки шахты еще прокачать одну. Хотя бы. Хотя бы одну шахту. Батл Тоддс Дабл Драгон. Да, да. Как же. Офигенные игры на Денде. Мы с друзьями рубились в них. Очень много времени. Куда же подевалась в то время? Спрашивается. Так, ну все. Парочку шахты я вкачал. Дальше надо. Заняться уже военной промышленностью. 300 тысяч еды. Камень тоже нормально. Десятая минута. В принципе, нормально. На десятой минуте гипстроить это. Это добро, я считаю, добро. 4600. 4600. Так, 600 жилых мест. Так, еще одну конюшенку надо, да? 20 тысяч дерева надо. А, нет. 20 тысяч камней, 7 тысяч дерева. В принципе, такая проблема в ютубе, когда прямая транзакция не могла вам комменты писать. Не знаю, в чем проблема. Типа, авторизация или типа того, не канает. Не знаю. Пробую другой браузер. Там тоже что-то не будет работать, то проблема уже не программного характера. Так, что у нас там? Смотри, еще. Десятку надо. Гребаные резы. Так, меня достали. Шесть минут. Ну, в принципе, можно сейчас построить. Гребеные 800. И подкову бы взять, еще неплохо было бы. Почему я там по шахтам? Все четыре шахта поставлены нам. Четыре ждут рем. Не херсов, айрн четыре играл. Нет, не играл. Ну, как, играл пару часов. Ну, прохождение вряд ли будет. АСЗ лучше ходячих. Да-да-да, слушайте, убейтесь об стену. АСЗ тут еще тот же трэш, как та же гонка, упомянутая выше. Что у нас тут построилось, да, все? Блин, чувствую, я нихрянь не успею. Что там по коням-то, 42 коням. 42 коняшки. 42 поняшки. Ладно, оставим пока коней в покое. Есть более важные задачи. Которую нужно решать. Например, живые места. Я не смотрел бокс утречком, за кого болел. Нет. Не смотрю бокс утречком, не вечерком. Если кому-то нравится смотреть, как два мужика лупят друг друга, это, не знаю. Это не про меня. Не вижу в этом никакого спортивного интереса, в общем. 4200 железа. Так, успею прокачать шахты или не успею, вот в чем вопрос. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Недолго уже прокачка у этих ребятушек там. У меня качество 1080, это нормально, да, это нормально. Хоть ей нравится, нет, хоть ей не нравится. Спорта я вообще не смотрю. Два мужика за 570 лемов. Но не важно, сколько они стоят, эти мужики. Я ценой мужиков тоже как-то не интересуюсь на этих. Мне это кажется странным. Немногое кажется странным, непонятным. Если вынесу, кому будешь придираться? Ну, посмотрим, кто хуже сыграет всех, тому и буду. Вот, например, к зеленым буду придираться, потому что уже меньше минуты мира осталось, и у него до сих пор подкреп не у меня на базе. Чем тебе не придирка? Вполне себе обоснованное. Если у меня снесут, значит зеленый будет нубом. Так, 5000 дерева. Я уж не выдумываю придирки-то, которые я на стримах говорю. Все вполне себе обоснованно. Четыреста с отцом, да? Ух, ух. Жилые места еще не кончаются. Тут уже какая-то небосота идет вперед. Вперед и вверх. Четыре-пять. Где лучше несколько отрядов пушек, по три или пять пушек, чем один большой? Ну, это да, я согласен. Чем больше мелких отрядов, тем лучше. Но в то же время, тем сложнее их контролить. Так что уж. Не хватает мне на это все. Пальцев-то. 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 Ясно. Даже без пяткового достаточно много получилось у нас тут. Ребята. Транция зашла с другого конца называется. Внезапно. Так, не буду я вторгаться сейчас пока. Транция зашла с другом. Транция зашла с другом. Транция зашла с другом. Нельзя тоже по своим попадом. Следующий. Блин, эта грёбанная скала слишком большая, чтобы около неё маневрировать. Это жесть. Как жить, в общем, в этой грёбанной Турции? Понятно. Так, ребята, давайте возвращайтесь обратно. Венеция там, блин. Он тоже пуш келся. Венеция там. Венеция там. Венеция там. утра 7 тут бушка там более чем у меня по моему и голубица точно хреново так отлично ну чё обмом работала там ну чё он стоит ну чё он стоит смотри чё делает у нас двойна вот всё разворачивается он стоит на месте нормального товарища вообще без просто ну горите на кого жаловаться будешь и кушать там понятно так ладно то что у нас происходит та же война так как думали сколько орды потерял арту не стыдно потерять рту стыдно отдать врагу так лановый сон проснулся и пошел вперед сейчас может снесет одного там так и хочу все таки взять это грёбанное изобретение подковы тем так не будут мимо просто проходим ничего такого не замышляем да идите нафиг визуалистом ну он не затащил да поехала назад разворачивая рту дружище уже развернул ладно и не лагай ноги все хорошо до сих пор битва как они не могут взять базу наши союзники там пушка появилась ну не давайте начать кушать и руки так и любых конектора на прокачать не у них очень большая прокачка очень долгая С каких пор контрол-А начал лагать вообще? Картечи лукануть надо попробовать. Парочка всего рундашира умерла от картечи. Мне офицеры нужны, чтобы пойти в тот же отряд сделать. Короче, надо на камень переходить. Так жить нельзя. Мне интересно, что все месторождения камней прямо на базе. Все, пришел мой час, пришел мой час. Это конец. Так, нормально, сейчас отобьёмся, ну как всегда удобно Политка, слушайте, я вот круто Были бы ещё у нас патроны О, нормально Они хранители запада и лорд красных земель, грач опять тому боролся Покуриваешь что-то, грач, на моих стримах Я тебя вижу Неудачно зашёл И очки их, чтобы мало не показалось Надо ещё один строить этот Ещё один казарма Ещё один артиллерийский депо Чё, не отбудешься ли кнутого кармата? Да, у нас тут напряжённая битва ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 не давайте пикачьих никого не жалеть конечно строить не еще одну как много зажим у них там 18 давно трудно соперничать с ними а а давайте в очки блин подмога пришла вы беда и беда короче короче вы знаете кто виноват у меня тоже нет блин нечем ответить короче нечем ответить ну одну казарму я спалил всего это немного но и немало так смесь уже есть если занятом дайте там сюда вот можно пищи пока есть так что живем подмога идет собора собор им казарма казарма ну конечно уже снесли и системное требование у тул арена тул арена не знаю небольшие у меня смекаю какой у меня комп не куда бедный идет арен на раб раб omos или а и Продолжение следует... 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 печь часть захватили нам сейчас должен отбить это все дело как черт поберем получится отбить когда-то не походу я свою базу не отвою тут уже не в этой игре у европы элементарная юнитов больше уже в 18 веке чем у восточных наций то есть там с казаром выходят с казаром 18 века с конюшен у меня блин 3 конюшен 4 казаром и все уперся в потолок такая судьба восточных наций лучше за восток не затягивать потные каткам и тут даже не потная настолько потная сколько хрен его знает даже как назвать чего-то у них венеция плюс франция не самые сильные нации но все-таки 18 век пойдет посчитаем сколько тут казарм так 3 казармы 17 века плюс 5 казарм 5 карл казарм 18 века уже 7 конюшен куча арт-депо вот с таким количеством юнитов как справиться востоку тем более когда тебе все атакуют у меня чуть-чуть 5 казарм всего и как бы 3 конюшни остальные конюшни уже за космические просто деньги в этом минус востока большой в натяжных катках он не может атик дип включен до дипа на сейчас на самом деле толку никакого как вообще никак но хоть по упороюсь немного раз такие делам чет у меня паркета осталось хоть и еще порох то в параховницах ну к слову у меня еще какие-то войска есть постройка зданий не просто тупо некуда золото девать вот на опции без захвата мне 39 тысяч золота куда я его дену ну потрачуя на эти леса один хрен не хватит тут 343 на дом 343 тысячи камня так давайте посчитаем я все понял чем чем это ошибками я не построил мечеть можно конечно артуре пороться опять же ну да не не н это 40 Чемошкетеров тут стоит. Поливаем их стрельцом. Че думаешь, мошкетеры затащат тут? Но все-таки наши прорвутся. Что это, мошкетеры, затащили? Мошкетеры, блин, убивают даже этих наших тяжелых сипахов. Печаль. Печаль беда. Пошли вперед. Нехто не тут стоять. Так, ну че у нас там, 343 на дам. Дерево там. 350 есть, уже вот. Тут опять бой у нас непределенный бой сейчас. Непреживный. Ну, знаете, уже бесполезно посылать. Пусть стоят тут. Ну, мы хотя бы до нуля не сливаемся, как он розовый. Как бы его базу вообще зачистили, мы эту не смогли. Так что хотя бы держимся. Даем союзникам время воевать со своими врагами. Тоже хорошо. Картич. Может быть, картич. Пушкетеры наши войны. Сипахов тяжелых опять поубивали. Не везет. Не везет. Ну, вообще, что-то непонятное происходит. Вроде бы. Тащили, а вроде бы и не тащили. Вот там многостволки уже начались. Это интересно. Пришло время, короче говоря, с божьей помощью тащить по-другому уже никак. Так. Один миллион камней. Офигею. Ну, удачи, удачи. Не. Ну, вот так вот идет война у нас. Куча минара столов. Ну, давай. Какой? Какой-то. Какой Tonight. Куча. Продолжение следует... 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 их. Очень быстро сольют таким количеством пушек там, в этом нет смысла. Вот этих снимают, вот снайпера просто ваншотают, не успевают даже подойти. Садик, там нет чужих. Ну же контратака пришла на синего, бдям, бдям. Какие у нас варианты вообще? Захватили что ли? Нормально мы с тыла только залетели сюда. Захватили что у нас там подхватит и в общем. Захватили что ли? Захватили что ли? Нет, это не наше все дело. Так, на камину перевести тогда. Не вредного золота построить 500 дровянов в дипе. Ничего. Будет мало золота. Золото мне сейчас нужно на постройки еще. Сособы не доставлено. До хрена короче еще надо строить. Спасибо. Царта дефицитации уничтожить. Умерия приходит на помощь. 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 Так, вот надо вот эти беречь пушки. Сбереглим. Это не наши пушки, но все равно их надо беречь. Так, спасибо. Спасибо за артиллерию, конечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Ну да, вот он, когда два раза слил пушки, это было очень плохо для него, потому что он мог этими пушками просто всю базу снести мне. Как вот мы французу сейчас снесли базу, или розовому там вот снесли базу, он мог проделать тоже, но что-то провтыкал. И в итоге мы его армию снесли. Такие дела. Бывает что? Назовите мне хоть одного игрока, кто когда-то, когда-либо не сливал пушки. Так, обычное дело. Удивительное дело. Так, слушай, мне две конюшни оставили, две конюшни снесли, две оставили. Это просто дичь какая-то. Как жить-то, в общем? Как жить после этого, непонятно. Так, сотнюю казарму ставили. Пятую казарму строю уже. Нормально, что. КОНЕЦ Так, остальных пока оставим тут. Ну чё, их осталось двое, по крайней мере, территориально. Это эпохальная просто катка. Иначе её просто не назвать. Кучка каких-то партизан засела в лесу на холоме. Питаются отстреляться от горды просто, европейской. Ну и ничего не произойдёт тут хорошего для них. Всё потеряно. Подмоги не так много. Хотя, с этой стороны посмотрим. Так, они что-то все включены. Построил тут стенку от кого? Непонятно. Так, ордопошка у меня тоже останется. Здесь, походу, да? Ну, хватит жилых мест, да ладно. Я ещё и жилой не ставлю, что же. В частности, городские центры. Я знаю, кто займётся, кто займётся жилыми местами. Вот эти вот батраки. Дастарбайтеры уехали в чужую страну работать. Покинули родину. Ну, кстати говоря, лайфхак. Стрелять пушками по башне на холме. В итоге ядра перелетают в холм и до вражеской базы летят. То есть, дальность стрельбы получается в два раза больше. Если кто такой лайфхак не знал, то теперь вы знаете. Можно поставить, например, пушки здесь где-то. И вот сюда стрелять и до сюда вот будет достреливать. Но это работает, если база противника очень близко к холму. А тут-то у нас не так уж и близко. Так что... Так, больше офицеров нет, что ли? Че, видам? Так, больше офицеров нет. Поддерживаем арт-поддержку, организовываем с холма. Ну, че началось? Так, нормально, че. Вот наша цель-то. Такие отбиваются, блин, слушайте. Такие бои еще не каждой катки увидишь. Да-такие бои еще не каждой высоте... Такое бои еще немного пчет. так слушайте я знаю чем мы сейчас займемся так три конюшними осталось пять казарм конечно что-то конечно надо 800 тысяч камни опять блин золота нет если золотом надо фигачки и фигачки и сколько вкусных крестьян идет розовый куда-то вообще ушел непонятно да слушайте наших союзников то ведь не было ни у кого кроме меня восточных наций так что я по ходу во всей катке тут был самой слабой нацией турецкой у всех остальных потому что была европа все восемнадцатый век вышли кучу юнитов настроили кучу казарм я страдал за турцию разу должен от станка ударить мы не ударим он тебе сам сказал что он должен был ударить и это ты придумал как бы чё стесняться-то да это не последняя катка на сегодня похоже что да похоже что последняя крайней мере предпосылок к еще одной катке не было фермы антикс веселую ферму играется ну тут как раз вот не получилось мне веселую ферму поиграть ну что мне экономику всю по кд просто уничтожали ну что там всех крестьян положили нет о мои уже дошли тут до этих до солдат здоровски-здоровски но кого-то 10 казарм и 8 конюшен недели ели было всю игру две конюшни до 4 казармы ну чё они сейчас вынют да отобьются еще кто знает катка 90 минут ну где-то катка 90 минут да примерно антикс привет я говорил что текстовым программированием занялся по варбанду модулям к нему я могу добавлять юнитов со своим оружием и снаряжением и что варбанд это ты про маунт энд блэйд что ли ну я рад за тебя только зачем мне эта информация я варбанд не играю вроде как молодец конечно программирование это всегда хорошо как минимум для мозга если не для работы ну чё там наши ритары ой то есть сипахи тяжелые продолжают шествовать по базе врага вырезать крестов чё ты короче розовый туда-сюда бегает со своей армией так и никуда не пробежал ни верх ни низ почему крестьяне казака такие равнодушные и спокойно их захватывают и убивают а это не так и не реализовали говорили что в казаках первых там кресты сами отбивались когда на них нападали тут их на контролить никто не контроль ну вот ну Не зашел, ничего проверим. Розовый слился. Да, но мы все-таки вытащили эту игру, учитывая, что наша команда была, очевидно, слабее с мейтой Турцией. Так что ставим лайки за каточку тем игрокам, которые не сливаются. Я свою задачу выполнил, базу не отдал врагу, не позволил им получить преимущество, а вот розовый отдал. К сожалению. Турция имба, ага, имба. Особенно если посмотреть на цены на казармы и конюшни. Вообще имба. На имба, когда катка идет минут сорок, не полтора часа. Я же объяснял, что Европа может отстроить очень много казарм 17 века, 18 века, плюс конюшни. Относительно дешевая Турция. Что, в Турции казармы и конюшни, которые очень быстро дорожают. Так что ни хрена она не имба. В подобных катках она, к сожалению, страдает. Ну, если бы я был другое дело в тылу, тогда да. Тогда бы я мог и войско сохранить, и накопить достаточно много тяжелых степахов. А если на фронте нет? На фронте, восточная нация, плюс долгое время игры. Ну как? Было бы хорошо, если бы в игру добавили двух войск, как в Total War. Мораль там. Ну, я думаю, тут у игроков бы так бомбило, что... Когда какие-нибудь, не знаю, кони сбежали бы из боя. Это было бы очень сложно. Ну чё ж, на этом мы, в принципе, и закончим. Всем спасибо, что дошли.